Этот десерт не только выглядит восхитительно, но и на вкус потрясающий, очень нежный, с кислинкой сока, ароматом ванили, кокоса и сливочным послевкусием, делается очень просто, приступим. Если вы умеете варить заварной крем, то трудностей в приготовлении не будет, так как принцип тот же, единственная сложность заключается в одновременном приготовлении двух смесей, поэтому начинайте варить с апельсинового слоя, а через 4 минуты начинайте готовить сливочный, крахмал тут нужен только кукурузный, другой не подойдет. А вот апельсиновый сок можно заменить на любой желтый сок, если вдруг белый слой схватился и не пропускает вовнутрь желтый слой, аккуратно сделайте углубление, при помощи ложки, расширяя по кругу, приятного аппетита. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все необходимые ингредиенты. В сотейнике соедините сок, половину сахара и половину крахмала, перемешайте. Варите, все время помешивая, на среднем огне в течение 6 минут до загустения. Смешайте молоко, сливки, оставшийся сахар и крахмал. Вкусняшки, подписавшимся. Варите, все время помешивая, на среднем огне в течение 3 минут до загустения, переложивайте в форму. Вылейте в середину белого слоя апельсиновую массу, не перемешивайте. Остудите, поставьте в холодильник на 2 часа, выньте, перевернув чашу с десертом на тарелку, посыпьте кокосовой стружкой. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Молоко, 200 мл, сливки 15%, 200 мл, крахмал кукурузный, 76 г, сахар, 100 г, сок апельсиновый, 500 мл, ванилин, по вкусу, кокосовая стружка, 3 столовые ложки, количество порций, 5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Заходите в гости.